Поздравляем вас с торжественным, таким радостным праздником рождения великого Бога в бедных яслях Вифлеема, пришедшего на нашу землю в лице Иисуса Христа. Поздравляем вас снова! Вот сейчас хор пел мощно, радостно и звал всю землю радоваться и нас с вами тому событию, которое совершилось в Вифлееме. Но знаете, откровенно скажу, братья и сестры, наблюдая церковь Иисуса Христа, детей Божьих, вокруг себя, даже служителей Божьих, часто не замечаю этой радости. И этого слабословия, к которому нас призывал хор, порой не слышно. В чем дело, дорогие мои? Может быть, потому, что уж очень много печалей разного рода у детей Господних. Это мы и по опыту знаем, и эти печали превышают чувство радости нашей. Поэтому струны сердца молчат, они издают звук ковхвалы. А может быть, тайна, о которой брат только что говорил, не всем еще достаточно открылась. Тайна благочестия, что Бог явился во плоти там, в Вифлееме. Может быть, не все это уразумели. Совсем недавно мне одноверующая душа сказала, что она во Христе не видит Бога, который бы был равен Богу, которым мы Отцом называем. И, может быть, многим не открыта эта тайна, что во Христе пришел сам Бог на нашу землю. Тогда, конечно, радость о Его рождении не будет холмной, не будет такой глубокой. Да и разные могут быть сомнения другие братья и сестры. Еще одна душа написала мне записку в дни вот Рождества, которые мы праздновали в декабре. Пишет, что вы проповедуете, что Христос родился в Вифлееме? Он родился в Индии, а это евреи приписали, что он родился у них в Палестине и в их городе Вифлееме. А он в Индии родился. Вот какие взгляды есть. А эта душа, представьте себе, много лет ходит на наше собрание, и, возможно, что она сегодня здесь, в этом собрании. Но как она может радоваться, дорогие мои, глубокой радостью, если она не видит в Слове Божьем, что где Христос родился, что он родился в Вифлееме? Вот разные есть причины, почему у нас этой радости нет, и это словословие не звучит. Моя тема сегодня, дорогие братья и сестры, благодарные сердца вифлеемских пастухов. Благодарные сердца вифлеемских пастухов. Мы прочтем из Евангелия Луки, 2 глава, 20 стих. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Какие счастливые пастухи, побывавшие в Вифлееме и возвращающиеся оттуда после всего того, что они там увидели, такими радостными и такими славящими своего Господа. И вот эти благословенные плоды, славу, хвалу, благодарение Богу произвели в их сердцах проповедь ангела, прежде всего там, еще до посещения их младенца Иисуса. Затем пение ангельского хора, и вот лицезрение младенца, который лежал в яслях. Вот это все произвело эти чудные плоды в их сердцах, славу, хвалу, благодарение Богу за все то, что они слышали и видели. Братья и сестры, и второе Рождество мы кончаем. И я хочу спросить всех нас, присутствующих на этом богослужении, рождественском богослужении, есть ли эти плоды, слава, хвала, благодарение в наших сердцах после всего того, что мы с вами тоже, как и пастухи, слышали и видели вот в эти рождественские праздничные дни в Вифлееме. А мы с вами слышали и видели многое, я бы сказал, не менее, чем пастухи в Вифлеемские. Да, дорогие мои, они, конечно, проповедника другого слышали, там, на полях Вифлеемских, ангела самого. Но, дорогие мои, как он коротко им сказал, что родился ныне в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь. Дорогие мои, если бы только вот эти слова ангела иметь нам вместо вот этой большой книги Библии, а только вот эти слова, и они бы уже производили великую радость в наших душах. Что родился Спаситель для нас, грешников, погибающих, родился Спаситель. Это для нас дороже, чем если бы родился, возвестил нам ангел, что родился великий композитор. Может быть, больше, чем наш Чайковский или какой другой композитор. Музыка дело великое, мы готовы день и ночь слушать хорошую музыку, особенно те, кто ее любит, но нас мог спасти только Спаситель грешников Иисус Христос. Но вот это короткое слово о рождении Христа, конечно, сравнить с тем, что проповедуется в наши дни о Христе. Дорогие мои, за две тысячи лет познание Христа сильно увеличилось. Тут и Дух Святой свое дело делал. Тут, дорогие мои, и Божье Слово содействовало тому, что, если можно так выразиться, наука о Христе, знание о Христе увеличилось и приобрело. Но большие размеры, мы частичку только знаем о нашем Господе Иисусе Христе, но все-таки больше, чем вифриемские пастухи. Да, братья и сестры? А если бы их взять, этих пастухов, такими, какими они были, вот когда направились в Ифрием, и увидели там младенца, и сопоставить с любым братом, с любой сестрой, который у нас шесть раз в неделю посещает собрание, конечно, духовные познания были бы не одинаковые. У них мало, у вас гораздо больше, братья и сестры. Славьте и благодарите дорогого нашего Господа, что Он учитель наш и углубляет нас в наших познаниях, Его самого и Его чудного учения. Но хорошо, мы с вами побывали в Ифриеме, как и пастухи, видели слово младенца, чудного младенца, и нам тайно открылось, как брат нам сказал, что в этом младенце Бог явился во плоти. И мы это знаем, дорогие мои, за исключением некоторых, о которых я вам привел примеры. Большинство из нас знают, что там во плоти явился сам Бог на нашу землю и жил на ней, пока не ушел, как мы слышали, с этой земли, и никто его удержать не мог. Но скажите, дорогие мои, братья и сестры, наполнило ли все это нас славою, хвалою и благодарением? Породил ли Вифрием в нас благодарное сердце? Как он породил его вот в этих простых душах-пастухах Вифриемских? Как нам важно, как христианам, приобрести благодарное сердце, сердце всегда славящее нашего Бога. Мы имеем великое желание обладать чистым сердцем, святым сердцем. Дорогие братья и сестры, мы будем без конца ставить эту цель перед очами всех детей Господних. Чистое сердце, свободное от того, что Господу не угодно, и против чего говорит Слово Божье? От всего этого, противоречащего Слову Божью и воли Господней. Дорогие мои, вот такое чистое сердце мы должны приобретать и приобретать. Это в один день не дается, дорогие мои, чтобы в один день такое сердце приобрести. Это задача всей нашей христианской жизни, сколько бы она ни продлилась на этой земле. Но вот есть еще другое сердце, братья и сестры. Конечно, самым тесным образом связано с чистым сердцем, со свистым, непорочным сердцем. Это сердце благодарное. Вот это у нас особенно малозаметно. Благодарное сердце. Когда мы поем с вами наши чудные гимны, полные хвалы и благодарения, слова содержат эту хвалу. А само пение совсем не говорит о том, что мы славим и хвалим нашего Господа. Разрыв получается, братья и сестры. И это понятно. Раз сердце не переполнено хвалой и благодарностью, то напрасно устам нашим произносить слова хвалы и благодарения. Вот это надо стремиться ликвидировать, как говорят, дорогие мои. Этот разрыв между бедностью хвалы в сердце и чудесными словами, прославляющими нашего Господа и Иисуса Христа. Вот апостол Павел призывает верующих во Христа к постоянному славословию и благодарению Бога. Прочтем послание его к Ефесянам 5 главу 19 и 20 стихи. Вот что он пишет. Прошу ваше внимание, братья и сестры. «Наседая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Вот если бы апостол Павел, который такие слова написал, такой призыв ко всем церквам, ко всем искупленным чадам Божьим, вот если бы он пришел в наши дни, посетил бы один молитвенный дом и другой молитвенный дом, и наш молитвенный дом здесь в Москве, и вот посмотрел бы на наши лица и прислушался к нашему пению и к нашим беседам, о чем мы говорим и как мы говорим, даже касаясь чисто духовных истин, мне кажется, что он бы сказал, «О, то, что я написал фессалоникийцам, здесь почему-то я не вижу осуществляемым». Нет этого наседания псалмами, словословиями, песнопениями духовными, и не слышу благодарности Богу за все, даже из-за печали и слезы». Благодаря Бога за все, пишет апостол Павел, и нам сегодня снова напоминает эту чудную цель нашей христианской жизни, за все Бога благодарить. Но, конечно, поскольку мы имеем рождественское собрание сегодня, то прежде всего нам надо прославить Господа за величайший рождественский подарок. Мои дорогие братья и сестры, мы получили в эти дни снова этот рождественский подарок. Мы подарки, когда получаем, особенно те, которые очень по нашей нужде, мы исполняем с такой благодарностью. И как раз нам Бог подарил подарок по нашей нужде. Он нам дал Иисуса Христа Господа и Спасителя нашего. То, что нам как раз нужно было, и без чего мы никогда бы не могли быть счастливыми на этой земле, и не попали бы никогда туда, в чудные обители неба, если бы нам не был дан Христос Спаситель. Это действительно дан Божий, это подарок Божий, братья и сестры. Так почему же не чувствуется, что мы счастливы, получив такой подарок? Почему наша душа не наполнена такой хвалою за такой подарок? В Евангелии Иоанна в 3 главе в 16 стихе Такие нам знакомые слова стоят. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот великий дар неба, Единородный Сын Божий. Мы созерцаем Его каждый год, лежащим в яслих, дорогие мои, этого младенца, драгоценного младенца. И мы поклоняемся Ему, и в этом году поклонились Ему вместе с пастухами и волхвами. Но великую славу, хвалу и благодарение порождает в наших сердцах не только созерцание младенца, а то, что мы имеем в нем, в этом младенце. Что в нем для нас сокрыто, братья и сестры? Что же это такое, что нам даровано во Христе? Хочется еще раз это обновить в наших умах и сердцах, чтобы зазвучала громче хвала Богу за этот подарок неба. Что мы имеем в Иисусе Христе? В этом младенце, которого мы видели в рождественские дни, мы имеем в нем прощение наших грехов, братья и сестры. Сейчас это сознание, что Он нам простил все наши грехи и кровью Своей очистил нас, вот не вызывает, может быть, той хвалы, которую Он, Спаситель наш, хотел бы слышать из наших сердец и из наших уст. В те дни, когда мы только что обратились ко Христу, и когда мы под таким страшным бременем грехов наших находились, которые лишали нас всякой радости, и вот когда мы пришли на Голгофу, и там этот источник крови Христовой, омывающий от всякого греха, от всякого порока и всякой нечистоты, и вот там очистились и спускались с этой горы, дорогой нашим сердцам. Без этого бремени, как в путешествии пилигрима, мы видим этого пилигрима, вышедшего только что из дома, с тяжелым мешком, под которым он гнулся. Этот мешок с ношей изображал его грехи. А на Голгофе у Христа он смотрит на распятого Спасителя и обрывается ремни, которые связывали его тело с этим мешком. И мешок падает, и он дальше идет, родостный, ликующий, с высоко поднятой головой, не от гордости, а от счастья во Христе Иисусе. И вот с нами это все произошло. И помните, братья и сестры, свои эти первые дни следования за Христом. Я их сегодня отчетливо помню, очень хорошо помню. Помню то собрание, на которое я пришел с этим мешком на моей спине или на моих плечах, братья и сестры. Помню про подвесника, который возвещал тогда благую весть, воскресенье вечером в Ленинградской церкви. Помню все это, как будто это вчера происходило. И, дорогие мои, помню, как я домой шел с моей матерью совсем уже другой. Я чувствовал, что Бог Святой коснулся моей молодой души, и я нашел сокровище, с которым нельзя сравнить никакое другое сокровище мира. Вот это первые дни. И вы знаете свои первые дни, когда Христос простил вам все ваши грехи. Когда вы во Христе стали новой тварью, мы получили вечную жизнь. Это все очень большие дары. Сам Христос, прощение грехов, новое сердце, вечная жизнь. Все то, что Господь для нас приготовил там, в вечности, что нас еще ожидает, и о чем мы пока понятия не имеем, все это большие-большие дары неба, дорогие мои. Но еще и еще хочу сказать, почему же все это не вызывает такой хвалы и такой благодарности из наших сердец? Почему струны сердца молчат, дорогие мои? Вот есть такая песня. Любил я ее, но теперь мало ее слышу. А когда бывало, руководил собраниями, часто предлагал эту песню. И там есть такие слова. Пустой сосуд не льется из него ни слов любви, ни взора одного. Физическое наше сердце, дорогие мои, вот которое мы чувствуем, как оно бьется в нашей груди, может страдать от различных болезней. От различных. Каких только нет. Меокардиты, и пороки сердца, и так называемые стенокардии, и инфаркты, и многие другие болезни сердца. А вот какой врач нам сегодня скажет, наше духовное сердце чем болеет, дорогие мои? И вот я хочу сказать, много болезней у нашего духовного сердца, у нашего внутреннего человека, но вот неблагодарность, недостаточная хвала и слава дорогому спасителю за все, что он для нас сделал, это определенно одна из самых распространенных болезней нашего внутреннего человека, то есть нашего духовного сердца. Как много верующих, как много из нас сегодня стоящих и сидящих в этом молитвенном доме, похоже на девять из десяти прокаженных, которых Христос исцелил, от лютой проказы, дорогие мои, и о которых он сказал, не десять ли исцелилось, а где же девять? Как они не возвратились воздать, смотрите, что Христос говорит, воздать славу Богу. Мы были покрыты лютой проказой. Все мы были такими прокаженными, братья и сестры, дорогие, все. И мы с этим согласны. Христос нас очистил от этой проказы греховной, очистил, простив нам все, что мы сделали против Его воли. А где же наша хвала Ему? Не хочет ли Христос нам сказать, где же те, которых я исцелил, очистил? Вот некоторые славят меня, вот некоторые воспевают мне хвалу, честь и благодарение, но не все, которых я исцелил от проказы греховной и просил им грехи. Где же они? Где же эти славящие спасители своего души? Благодаря Богу это все. А вот жизнь каждого из нас, дорогие мои, полна благодеяний Господних, а мы их не замечаем, мы их не замечаем, дорогие. Мы все страдаем плохой наблюдательностью. Есть люди, которые очень ненаблюдательные, по природе своей так. Они могут говорить человеку, у которого сильно красный галстук, бьющий прямо-таки в глаза красный галстук, дорогие мои. А вы можете спросить этого человека, вот вы беседовали так долго с ним, вы заметили, какой у него галстук? Ничего не заметил. Это называется ненаблюдательностью, а в отношении Божьей благодеяний, милости, дорог быть ненаблюдательными. Это очень печально, дорогие братья и сестры. И псалмопевец, Давид, говорит о милости Господа ко всем боящимся Его. Такие слова, как высоко небо над землей так велика. Милость Господа к боящимся Его. Но он страшно боялся оказаться забывчивым в отношении этих милости, даров Божьих, благодеяний Его. Он страшно боялся оказаться неблагодарным. И поэтому он говорит своей душе, своему сердцу, благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Нам понятна радость рефриемских пастухов, прославление имя Бога за все виденное и слышанное. Ведь они только что пережили прямо настоящие часы Фавора. Там, ночною порою, когда было все темно и едва мерцали звезды, вдруг такой свет их отеял, как апостолов на горе Фавори. И они тоже испугались, эти пастухи. И вдруг раздается вещь о родившемся для них Спасителе. Конечно, это было радостное переживание. Они были свидетелями чудесного пения ангельского хора, какого никогда еще, не только они, но вообще наша земля не слышала. А вот и Флееме, когда они туда пришли, имели такое счастье увидеть святое семейство, Марию, Иосифа и чудного младенца Иисуса. Вполне понятно, что покидая эту пещеру, и эти бедные ясли, и самого младенца, они были переполнены невыразимой хвалою, дорогие мои, и благодарностью к Богу. Нам Слово Божие не говорит, как они выразили свою хвалу, славу, благодарение. Может быть, дорогие мои, они, придя на свое место опять к стадам своим, запели какой-нибудь псалом, да с таким чувством, с каким они никогда еще не пели, потому что душа и была переполнена этой великой благодарностью. Да, дорогие мои, мы чувствуем, что призыв апостола Павла благодарить и благодарить Господа за все должен и к нам относиться, но, я слышу здесь некоторые говорят, как же нам вот хвалить Господа, петь, как тут мы сегодня слышим, чтобы струны сердца нашего звучали хвалою, а наше сердце надрывается от печали, от горя, которого никто не может понять. Бог понимает наше горе, но почему Он не снимает с нас эту тяжесть? Почему наше сердце не успокаивается, и слезы льются, и льются, но как же нам петь песни хвалы? «За все благодарите», — говорит апостол Павел. Пишет этим фестолникицам, «Дорогие мои, можно писать, можно говорить, и мне, может быть, не так трудно говорить, давайте петь больше песней славы Господу, потому что у тебя, брат, сестра, и у меня сейчас такого горя нет». Может быть, я иначе бы вынужден был говорить, дорогие мои. И многие так говорят тем, кто их призывает к радости, как Иов сказал тем, которые его утешать пришли в его горе, а он что сказал? «Жалкие вы, утешители, жалкие». Ну что вы пришли мне говорить эти замечательные слова утешения. Благодарю вас, друзья мои, он мог так сказать. А вот вы лягте, пожалуйста, вот на эту постель жесткую и покройтесь вот этими струбьями проказы лютой, которая всего меня покрывает. Вот переживите похороны десяти человек детей, которые я пережил, десять человек. В один день погибло, и он их должен был схоронить. И вот переживите пожар, который с моим домом случился. У меня все сгорело. А вы пришли говорить мне «радуйся, Иов, радуйся». Вот когда вы сами все это переживете, и пожар, и смерть всех ваших детей, буквально всех, и здоровье потеряете, и будете в такой лютой проказе лежать, и будете славить Бога, вот тогда я скажу, это не теория жалкая, а это сама жизнь, практика жизни. Апостол Павел, дорогие мои, мог и писать такие слова. Благодарите за все Бога вашего, славьте Его, наведайтесь псалмами и словословиями, когда вы в ваших церквах сходитесь, и там общения имеете. Он не только писал это, и не только призывал в церкви своего времени к такой постоянной радости во Христе и к словословию своего Господа и Спасителя, а Он сам, дорогие мои, пел, пел в такие тяжелые часы своей жизни. Мы знаем, как Он однажды попал в темницу, и все-таки я повторю это, дорогие мои, это событие из жизни апостола Павла, поскольку Он нас призывает радоваться и Господа славить и хвалить. Вот Его соратника силу по имени раздели, раздели, и начали бить палками. Даже хотели, чтобы они побольше почувствовали боль от этих ударов. Вот, через одежду все-таки смягчается удар. Так вот, сняли с них одежды, и вот били палками. Им было много ударов дано, и вот их вергают в темницу, избитых вергают в темницу, а ноги их забили вот в эту колоду, чтобы шевельнуться не могли. Они испытывают страшную физическую боль, дорогие мои. Вы только представьте себе, это множество ударов с палками, да еще по обнаженному телу. И кажется, что вот в таких условиях, где тут говорить о радости, и остается только вздыхать и стонать. Это было бы, наверное, с большинством из нас. Если бы мы очутились в таком положении, как апостол Павел Сила, наверное, мы бы с утра до вечера вздыхали бы и стонали. Но не так апостол Павел, дорогие мои, и его друг и соратник Сила. Они не вздыхают и не стонут, и ничуть не ропщут на свою судьбу. Ах, такими быть христианами дал бы нам всем Господь, братья и сестры. Они что делают? Поют, поют. Буквально так Слово Божие говорит. Мы читаем Деяния Апостола 16, глава 25 стих. Около полуночи Павел Сила, молясь, воспевали Бога. В таком вот положении воспевали Бога. А узники слушали их. Вот тут узники могли сказать, да, не только теория этого мужа Божьего и служителя Христа, как он себя называет, этого апостола Павла, который пишет церквам, Бога за все благодарить. Он и сам научился быть таким благодарным своему Богу. В таких условиях поет. Хвалу Богу. Вот что значит слова за все благодарите. И за удары палками, и за боль от этих ударов, братья и сестры, и за колоду, в которой забиты ноги, и за мрак темницы, за ее циррость является у каждого из нас вопрос. И за все это Господа благодарит. И апостол Павел нам отвечает, сегодня, в этот рождественский вечер, когда мы говорим о благодарных сердцах и плеемских пастухов, он нам говорит, да, и за все это надо Господа прославлять и благодарить. И чтобы нам было понятно, почему мы должны за все славить, хвалить и Господа благодарить, и почему он сам пел там, потому что в этой темнице он знал, что Господь все приведет ко благу. И вот, дорогие мои, мы видим этого темничного стражу, жестокого, который вот как раз повелел все это сделать с апостолом Павлом и его ноги безжалостно в колоду забил, мы видим его сияющим от счастья во Христе Иисусе, этого темничного стражу, потому что он только что уверовал со всем домом своим во Христа. А уверовал потому, что апостол Павел ему сказал о любви Божией во Христе Иисусе. А Дух Святой произвел в его жестоком недавно еще сердце веру, живую веру. Дорогие мои, апостол Павел знал, что это счастье темничного стражи и всего его дома плод его страданий, его, Павла, плод его скорби, плод его печали и слез. Вот после такой картины нам будет понятно, почему мы можем действительно всегда радоваться и Господа благодарить. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Жизнь пастуха, братья и сестры, имеет свою прелесть, жизнь пастуха. Небо над головой. Я очень любил, любил, когда бывал в деревенских условиях, дорогие мои, видеть пастуха при своих занятиях. Над его головой небо, солнце сияет, кругом природа, обычно недалеко речка течет. И вот это стадо безобидных животных, которые не действуют на нервы, не раздражают нервов, нервов, как люди нас могут раздражать. Эти овцы, дорогие мои, такие спокойные, мирные животные. И как нам понятны псалмы Давида, которые на этих же полях рифлеемских, где мы видим этих пастухов, внимающих небесному проповеднику, где он пас тада свои, дорогие мои, он много песней славы и хвалы сочинил. Вот среди такой природы. И вот на эти же самые поля теперь спешат эти счастливые пастухи, ликующие после поклонения младенцу Иисусу, сердцами переполненными благодарности Богу своему. Вот Давид должен был покинуть эти чудные картины природы. Он попал во дворец царя Саула и вынужден был там играть на гуслях своих, потому что только музыка успокаивала этого беснующегося царя Саула, на которого злой дух часто находил и ничто его не успокаивало, ничто его не приводило в равновесие, как только звуки вот гусли пастуха Давида. Он играл и Саула становилось легче. Но Саул возненавидел Давида за такой ненавистью, что стал искать убить его. Он боялся, что он займет его царский престол. Вот вся в этом была причина дорогие мои. Музыка-то ему нравилась. Многое в Давиде ему нравилось, но когда он услышал, как люди прославляют Давида и выкрикивают его уже как царя, тут Саул настолько позавидовал славе Давида, что решил его убить. И вот жизнь Давида стала невыносимо трудной и полной опасностью. Ему пришлось спасаться от руки Саула. Мы читаем дорогие мои в первой книге Царств 24 главе в третьем стихе. И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида по горам, где живут серные. Дорогие мои, вот во что превратилась жизнь Давида. Но, говоря о благодарных сердцах, которые мы должны приобрести, братья и сестры, и давайте приобретать благодарные сердца, чистые сердца, непорочные сердца, но и благодарные сердца. Мог ли Давид петь свои псалмы при таких трудных обстоятельствах жизни? Да, когда он там в доме отца жил, где все было так тихо, хорошо, где только любовь его окружала, а теперь только ненависть кругом, и это искание царем Саулом его жизни, мог ли он славить, хвалить и благодарить Бога? Да, он пел и в этих условиях свои псалмы и прославлял своего Господа и за эту участь, братья и сестры, и за такую участь. Мы возьмем его 62-й псалом. Это псалом, когда он был в пустыне иудейской, куда загнал, прямо, надо сказать, загнал его Саул. Послушаем, как поет Давид вот в этой пустыне, уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей, радостным глазом восхваляю Тебя уста мои, ибо Ты помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. милые братья и сестры, вот такое благодарное сердце в отношении нашего Господа, какими путями он нас не вел. Давид восхваляет Бога за все невзгоды своей жизни, так как он уверен, что во всех этих невзгодах Бог явит ему силу свою и славу свою, и он увидел силу и славу Божию. Но вернемся к рефриемским пастухам. Будем учиться у них, дорогие мои, славить, хвалить и благодарить нашего Господа. Мы сегодня видели и благодарное сердце апостола Павла. Давайте и у него учиться славить и хвалить нашего Господа за все, что мы получаем от него в нашей жизни, за радости, но и за печали. Но вот если нет в сердце этой хвалы, дорогие мои, может быть и это слово, которое сказано о благодарных сердцах виплеемских пастухов, о том, как они прославили Бога, когда им тайно воплощение Всевышнего открылось, когда они увидели в этом младенце, таком простом обычном младенце, увидели великого Бога, Творца неба и земли, а также и Спасителя который, когда придет время, умрет за их грехи и прольет кровь, которая их очистит, и откроет им доступ туда в вечное царство. После всего того, когда эта тайна им открылась, вот они исполнились такой хвалой и славой. А вот мы может быть уйдем из этого рождественского собрания такими, какими мы пришли, дорогие мои. Ну что тогда делать-то, дорогие мои? Какие же проповедники еще могут вам вот дать чувство хвалы и благодарности Господу? А вот опять скажем тогда Господу, кто чувствует, что нет у него благодарного сердца? Пусть каждый и каждый скажет, и если нет познания у меня, словами и хвалою беден я, пустой сосуд к тебе я приношу, живой струей Господь, наполни сердце я прошу. Братья и сестры, вот давайте так поступим, если никакие проповеди не настраивались к славе, хвале и благодарности Господу, если и сегодняшний вечер не наполнил наших душ этой хвалою бифлеемских пастухов, так скажем Господу, наполни сердце мое, хвалою тебе, мой спаситель драгоценный, хвалою и благодарности за то, что ты на кресте Голговском перенес такие страдания и, наконец, вздохнул последний раз, закрыл глаза, опустил голову, но после того, как совершилось мое спасение, наполни меня хвалой и славою, спаситель мой драгоценный. Я думаю, что Дух Святой лучше сделает, чем мы, проповедники, и действительно там произведет перевождение наших сердец, исцелит нас от неблагодарности, братья и сестры, который так много-много в наших сердцах исцелит наше сердце. Он чудный врач, который несет нам духовное здоровье, и вот благодарное сердце Дух Святой может нас создать. И это так важно, потому что мы можем миру свидетельствовать о нашем чудном спасителе, как источники нашей радости и нашего неописуемого счастья, мы можем миру, не знающему этого источника, можем об этом сказать, только если сами будем являть, как мы с вами счастливы, имея Христа, познав эту тайну благочестия, что во Христе пришел на нашу землю сам Бог, сам Бог и наш драгоценный Спаситель. А если не будет этой радости у нас, если не будет благодарного сердца, если не будет длиться песня славы и хвалы Господу, то что будет польза от наших слов миру людям, Господа не знающим? Мы имеем Христа, мы имеем счастье в Нем, а они скажут, да где же это счастье, у вас одни только слова. Сохрани нас, Господь, от такого христианства и дай нам, Господь, действительно благодарное сердце, полное хвалы, чести и славы Спасителю нашему дорогому, пришествие которого в наш мир мы праздновали все эти последние дни. Слава Ему за то, что Он родился для нашего спасения. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.